Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня 6 апреля и по просьбе некоторых своих друзей я сегодня покажу вам всю рассаду, как она себя чувствует. Нынче весна не очень удачная для тех, кто выращивает рассаду самостоятельно, потому что мы вот за всю весну всего лишь четвертый раз вышли в теплицу. До этого было очень холодно, но сейчас к нам пришли солнечные деньки. Сегодня я попросила сына, он мне помог, мы выставили всю рассаду. И вот начиная с самой взрослой, вот видите, там большие, это для теплицы. У меня некоторые спрашивают, когда я показала, как выглядят детерминатные и индетерминатные, спрашивают, ой, зачем вы так рано садите? Ответ напрашивается сам с собой, зачем? Для получения раннего урожая. У меня их всего несколько, вот там три лоточка. Дальше уже идут другие, которые позже сеяны. И вот они так лесенкой, в зависимости от посева и в зависимости от тех условий, куда я их буду потом высаживать. Они вот с больших идут на средние, потом меньше и меньше. Тут видно, что разные сорта, вот видите, разные листики. Эти у нас такие листики, вот в этом лотке совсем другой лист, такие листики, это совсем другие листики. Очень много сортов, поэтому мне приходится высаживать много лоточков с различными сортами. По две, по три их неудобно сеять. Сею сразу лоток, потом выбираю себе, какие оставлять. Остальные отдаю, продаю, но там их судьба всякая разная бывает. Какие-то родственникам на заказ, какие-то на продажу. И вот как вы видите, чем дальше, там вот после вот этих пышных, там есть совсем-совсем маленькие сеянцы, которые я посеяла совсем недавно. Вот там есть гномики, которые гном, буян, балконная звезда, которые совсем малыши, я посеяла совсем недавно. И вот эти все растения, а вот тоже маленькие, вот вчера-позавчера есть некоторые, только взошли. Все эти растения, мало того, что я посеяла сама, еще все семена я собрала сама. И каждая семечка в землю положила я лично, потому что я не могу это никому доверить. У меня женщин больше нет в семье, я одна. Ой, сейчас спущусь. Ой, если помидоры более выносливые у нас, а не под палящим солнцем могут находиться, то перцы я пока ставлю вот сюда вниз, на первом, ну на нижнем стеллаже, потому что здесь нет такого палящего солнца. Свет есть солнечный, но полдня солнца, полдня нет. Есть угроза, что перцы могут, как, получить солнечный ожог. Они все-таки немного понежнее, чем томаты. И вот наверху, я если показывала вам, это только томаты. Вот тут томаты, томаты, томаты разные. И распекированные, и еще не распекированные. Есть даже вот такие, сейчас покажу. Есть вот такие, которые не могут дождаться, когда я их распекирую. Я их не рассаживаю, потому что нет места в доме на стеллаже. А еще на ночь мы здесь не оставляем. И вот если вверху томаты и томаты, то внизу у меня перцы. Перцы как более такие нежненькие у них листики. Они солнышка большого боятся. Они все у меня вот. Перцев тоже много. Тоже все перцы я показывала вам, как сею. Я сею сама, каждая семечка. Собрала тоже все почти сама. Тут немного магазинных для развода. Для чего я это говорю, что сама собираю, сама сею? Вот мне женщина вчера одна написала, что хочет заняться. Пожалуйста, если я в своем возрасте, вот приближается он у меня к 60 годам, страшно даже говорить об этом. Я не привыкла, так что такой большой возраст. Если я такая вот бабушка, 60-летняя, можно сказать, могу все это сделать, могу посеять, вырастить. То значит и молодые, тем более, вот кто сейчас, например, без работы, у кого какая-нибудь там такая ситуация, что, например, временно не могут заняться работой на производстве, тут же все-таки у нас свободный график. Захотел, сел, посеял. Захотел, сел, распекировал. Пожалуйста, занимайтесь растениеводством. Каждый человек, даже в одиночку, может вырастить, хотя это, конечно, и временный заработок, может вырастить прекрасную рассаду, продать ее, купить что-то хотя бы в огород. Я вот все эти, как сказать, все эти приработки использую, конечно, для огорода. Строю, ставлю себе теплицы, покупаю какие-то там всякие дуги, укрытия, приспособления. Потому что на пенсию, не буду называть какую плачевную сумму, ничего этого не купишь, а огород обустроить хочется. Вот, рассада мне помогает. Я как сказала, что мой огород будет кормить себя сам и обеспечивать будет себя сам. Но пока он с этим справляется, с моей помощью. Все, я показала вам рассаду разных сроков посевов. Срок посева и размер рассады зависит от того, куда она предназначена. Вот велика она у меня для теплицы. Потом дальше идут вот эти для открытого грунта, но тоже для раннего урожая. И потом там, где маленькие, эти уже идут просто для открытого грунта. Высаживать буду наши традиционные сроки, поэтому они чуть-чуть поменьше. До свидания. Желаю всем иметь хорошую рассаду, потому что хорошая рассада даст в дальнейшем вам богатый урожай. Продолжение следует...